Атаман, Атаманушка, Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! В Северском районе введен режим повышенной готовности. Обильные дожди привели к повышению уровня рек. 27 ноября вышло из берегов река Афипс, что привело к затоплению шести придомовых территорий в селе Шабановском. А уже 28 ноября в результате подъема уровня воды в реке Шевш произошло затопление автомобильных мостов к селу Тхамаха и станице Савропольское. Что привело к транспортному коллапсу. На затопленных участках движение временно приостановлено. Выставлены патрули ДПС. На мосту к станице Савропольское производятся работы по расчистке затора от нанесенного мусора. Как отмечают местные жители, подобное стихийное бедствие наблюдалось здесь лет пять назад. Вода уже подобралась до младения. Уже двое суток не прекращаются дожди. Выпало уже больше 70 миллиметров за эти сутки. Поэтому есть частичные потопления дымовых участков. В остальных вода не заходила. Я хотел бы попросить Сергей Викторович доложить ситуацию по Смоленскому поселению. За последние двое суток ситуация такова. Планческое потопление не было. Река выходила. В пределах нормы была. Крепостная. Никаких проблем не было. В Смоленском поселении небольшие проблемы на пяти улицах. Частично дорога затоплена. И придроговая территория. Больше проблем нет. Уровень воды за последние два часа упал на 15 сантиметров. Вчера вечером люди были оповещены, так? Да, вчера вечером зам ездил, сотрудник администрации ГОЧС. По всем проблемным, где могло быть потопление, было сирена, оповещение. И если кто-то не выходил, стучали в каждый двор. И это самое, оповещали, предлагали уходить. И плюс в сети интернет, в WhatsApp, во всех средствах информации было доведено и рассказано поэтапные шаги, что нужно предпринять, телефоны и все остальное. Люди отнеслись с пониманием. Пока световой день, нужно будет еще раз проехать, предупредить людей, значит, успокоить, что все под контролем, значит, вода в реке в норме. Но, тем не менее, мы не знаем, что нам принесут в следующие сутки. Поэтому дежурство не отменяется. Все дежурят. Значит, глава поселения отвечает полностью за ситуацию. В целом по району ситуация стабильная. Угрозы населению на настоящий момент нет. Все главы на связи, все информируют ежечасно, как разворачивается ситуация. Поэтому в данный момент в районе ситуация стабильная. На данный момент мост на село Тхамаха открыт для проезда. Все оперативные службы района работают круглосуточно. Активное участие принимают и главы поселений. Напомним, что сложившееся на Кубани экстренное положение по погоде продолжит действие до 30 ноября. В поселке Афибский 28 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель грузового КАМАЗа, двигаясь по федеральной трассе, не справился с управлением на скользкой из-за дождя дороге. В результате чего грузовик с прицепом опрокинулся. На месте происшествия образовался затор. Сотрудники ГИБДД убедительно просят водителей быть предельно ответственными и внимательными на дороге. Особенно в условиях плохой видимости, такими как дождь, снег, либо туман. От этого зависит не только ваша жизнь, но и жизни других участников дорожного движения. В актовом зале районной администрации состоялась 43-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». Вел сессию исполняющий обязанности председателя Совета Руслан Ремпель. Депутаты утвердили перечень свободных земельных участков для многодетных семей и обсудили местный бюджет текущего года и на плановый период 2019 и 2020 годов. Помимо этого, обсудили ряд важных вопросов, касающиеся содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и формирования на территории Афибского, Ильского, Черноморского городских поселений на 2019 год, градостроительную деятельность муниципалитета на 2019 год и присвоение общеобразовательным учреждениям района имен государственных общественных деятелей и выдающихся людей. Памятная аллея в честь праздника. Северская нотариальная палата отметила юбилей нотариата Кубани. Уже на протяжении 25 лет данная структура осуществляет свою деятельность и помогает в решении различных вопросов простым гражданам. Работа нотариуса – труд скурпулезный и ответственный, однако основная его цель – это помощь людям в их повседневных делах и проблемах. В честь юбилея нотариуса Северского района вместе с помощниками высадили в парке памятную аллею Платанов. Члены нотариальной палаты района надеются, что подобные акции станут доброй традицией. Легендарный Альфа-Ромео 8С-2900Б Берлинетта 1939 года выставят на аукцион в Париже. Это дефорсированная версия гоночного автомобиля Альфа-Ромео 8С-2900А. Таких моделей построили менее 50. «Это был самый быстрый довоенный автомобиль. Форма и линии кузова – изумительная идея ателье Туринг». До наших дней сохранилось всего пять таких моделей. У машины, выставленной на торги, было три владельца. У последнего она пробыла более 40 лет. Автомобиль в хорошем состоянии и двигатель по-прежнему оригинальный. Аукционисты рассчитывают выручить за машину от 16 до 22 миллионов евро. «Это один из красивейших довоенных автомобилей, поэтому цена исключительная». Редкий экземпляр – из Кьюдерия Сорениссима Спайдер 1966 года. Машину собрали в итальянском кузовном ателье Фонтуци. Автомобиль предназначался для гонки 24 часа Лимана. «Он полностью оригинальный. Его никогда не ремонтировали после гонки в 1966 году. Он словно замер после ралли и сохранился в первозданном виде. Все коллекционеры мечтают о таком». Гоночный автомобиль предполагают продать за сумму от 1 миллиона 300 тысяч до 4,5 миллионов евро. Не менее дорогим лотом станет и гоночный автомобиль Мазерати 1953 года, собранный тем же итальянским ателье. На торги также выставят Астон Мартин 1962 года, Феррари 250 GT Lusso 60-х годов, довоенной Бугатти и другие машины. Аукцион винтажных автомобилей пройдёт в Париже 8 февраля. Торги проведёт французский аукционный дом «Аркюриаль». Евдокия Бершанская, Екатерина Великая, Александр Суворов. Одно из этих имён будет присвоено нашему аэропорту. Проголосуй, Краснодар. Конкурс «Великие имена России». Время признаний. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»